Приветствую! Меня зовут Иннокентий Орден, это журнал Прошлое, и сегодня мы продолжим с вами обсуждать хорошие книги. И начать я хочу с книги Олега Александровича Курбатова «Военная история русской смуты XVII века». Данная книга написана в научно-популярном стиле, но, несмотря на обилие точной информации и ссылок на исторические источники, читается довольно легко и интересно. Как следует из названия, автор уделяет внимание прежде всего военной составляющей смутного времени. Автор описывает наиболее значимые военные походы и сражения эпохи смуты. Каждая глава начинается с хронологической таблицы, в которой дан перечень основных событий и сражений эпохи смуты. Основное повествование автор чередует с дополнениями, или, как он их называет, экскурсами. В таких экскурсах дано описание различных родов войск эпохи смуты, их организации и тактика. Так, например, описывая в начале книги неудачный поход хана Кызагирея на Москву, автор упоминает то, что русские войска укрылись за Гуляй-городом и отразили нападение крымских татар. Сразу по окончании этой главы автор дает экскурс, который описывает организацию и историю появления Гуляй-городов и обозов в русском войске. В книге также присутствуют иллюстрации, взятые из исторических источников, портреты наиболее значимых деятелей эпохи смуты и также цветные музейные фотографии образцов оружия и доспехов периода смуты. Ну и резюмируя, книга будет интересна прежде всего тем, кто интересуется историей смуты, в особенности ее военной составляющей. Следующая книга, про которую я вам хочу рассказать, называется «Военная археология». «Военная археология» — это периодическое издание Института археологии Российской Академии Наук и посвящено оно прежде всего наиболее значимым исследованиям и открытиям в области военной археологии. Первая публикация из этого сборника, который мы рассмотрим, называется «Ратные поля. Как особый вид памятника археологии». В этой публикации исследуются четыре значимые поля битвы — Куликовское, Маладинское, Бородинское и Тарутинское сражения. Из этой публикации вы узнаете об истории исследований данных полей сражений, методах, применяемых археологами, а также о результатах этих исследований. И отдельно на больших подробных иллюстрациях вы увидите карты схемы полей сражений и очень подробные фотографии археологических находок. Следующая статья называется «Шлем Шишак XVII века, найденный в Томске». Что особенно интересно, шлем относится к западной, а именно германско-фламандской стилистике, что довольно большая редкость для этих краев. В статье даны подробные описания шлема, его конструкции, размеров, о том, кому он мог принадлежать, дается отдельное рассуждение. Также в статье даны варианты реконструкции этого шлема, фотографии как самого шлема, так и шлемов подобного типа, и варианты прорисовки того, как могло выглядеть данное наголовье. Следующая статья, интересующая нас сегодня тему, называется «Фортификационное сооружение XVI-XVII веков Тульского участка засечной черты». И посвящена она грандиозной оборонительной системе московского государства. Данная черта создавалась для защиты южных рубежей русского государства с привлечением иностранных инженеров-фортификаторов. Описывать все статьи этого сборника мы не будем, однако упомянем, что на интересующую нас тему есть статьи про осаду Курска войсками князя Еремея Вишневецкого, арсенал Бориса Годунова и находки шлемов XV и пистолета XVII века. В заключение я хочу вам рассказать про книгу Алексея Лобина «Пушки смуты». Данная книга посвящена артиллерии смутного времени, рассказана история ее производства и применения в ходе военных конфликтов смуты. Также отдельная статья посвящена знаменитой царь Пушки. Более подробно на этой книге мы не будем останавливаться, так как недавно у нас на канале выходило большое интервью с автором, и всем я рекомендую с ним ознакомиться. Ссылки на упомянутые книги, а также другие книги, посвященные XVII веку, из нашего книжного магазина будут в описании. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok